В книгах «Песни льда и пламени» содержится большое количество отсылок к другим книгам и авторам. Они часто скрыты в тексте в виде пасхальных яиц. Давайте разберем основные из них. Ссылки на раннее творчество Мартина. Шторм в гавани ветров 1981 года. Город крылатых людей, о которых практически ничего не известно. Это отсылка к описанию книги Мартина и Лизы Таттл Миру, где люди летают на специальных крыльях. Иберегис двуногого кровь пролить 1975 года. Среди статуй богов смерти в черно-белом доме есть изваяние бледного отрока Бакалона, которому поклоняются солдаты. В рассказе «Иберегись двуногого кровь пролить» фигурирует воинственный культ железных ангелов, поклоняющихся Бакалону. Бледный отрок Бакалон также упоминается в рассказе «Одинокие песни Лары Надора» 1976 года. То же самое имя носит один из князей преисподней, придуманный Мартином для фэнтези «Доктор Вайт» в 1960-х годах. Зверь для Норна 1976 год. Львоящеры появляются в книге как хищники с планеты Лайроника, живущие на жарком болотнистом юге. Местный дом Варкур дрессирует их для боев на арене. Львоящер описан как крокодилообразное существо с очень длинным хвостом, которым оно орудует как хвостом. Летящий сквозь ночь, 1980 год. Корабль Бейлора Блэк Тайда называется «Ночная летунья». Точно такое же название носил космический корабль, летящий сквозь ночь. Грёзы Фавера, 1982 год. Оригинальное название реки Горячки, текущей через перешейк, Фавер, буквально лихорадка или горячка, а реально существующая река, со схожим названием. Фавер упоминается в грёзах Февра. Именно в её честь капитан Абнер Марш назвал свой пароход. Песни, которые поют мертвецы. Сборник рассказов 1983 года. В прологе «Игры престолов» Уилл почти дословно цитирует это название, говоря «Мать моя говорила мне, что покойник не запоёт. Дикие карты» 1985 года. Название дома Татбери является отсылкой к герою «Диких карт» Томасу Татбери по прозвищу «Великая и могучая черепаха». Отсылки на других писателей и их творчество. Дэн Симмонс. Шрайке – это отсылка к одноимённому чудовищу из произведения «Гиперион» 1989 года. Артур Конан Дойл. Имя храброго Джона Рокстона – отсылка к одноимённому герою «Затерянного мира» 1912 года, который также является мужественным дворянином. Джон Рональд Ройл Толкин. Имена Арвен Апфлифф и жреца утонувшего бога Саурона являются отсылками к известному произведению «Властелин колец» 1954 года. Говард Лавкрафт. Вот здесь уже интересней. К творчеству Лавкрафта можно найти несколько отсылок. Например, культ утонувшего бога, поговорка железнонрождённых, то, что мертво умереть не может. И имя Дагон Гриджой – поминание чёрного камня и расы глубоководных, отсылки к мифам Ктулху Лавкрафта. Города под названием Сарнат и Иб фигурируют в рассказе Лавкрафта «Рок, покаравший Сарнат» 1920 года. Город Гдад – отсылка к городу Кадату из романа «В поисках невидимого Кадата» 1943 года. Платок, где стоит Кадат, называется Лэнг. Томас Костейн. Название дома Костейнов является отсылкой к Томасу Костейну. Серебряные чаши и чёрные розы на их гербе – намёки на исторические романы Костейна. Серебряная чаша 1952 года и чёрная роза 1945 года. Дэвид Эдингс. Название дома Дэдингов является отсылкой к Дэвиду Эдингсу. Автору фэнтезийного цикла «Белогриад». Возможно, упоминания лорда и леди Дэдингов отсылают к одновременно к Дэвиду и его жене Ли Дэдингс, которая также участвовала в написании книг серии, как и соавтор. Филлис Эйзенштейн. Певец Аларик Эзенский – отсылка к творчеству писательницы Филлис Эйзенштейн. Подруги Мартина. Именно она убедила Мартина ввести в песнь «Льда и пламени» драконов и магию. Министрель Аларик – главный герой нескольких рассказов Эйзенштейн. Роберт Джордан. Роберт Джордан – настоящее имя. Джеймс Оливер Риггин-младший – известный писатель, автор фэнтезийного цикла «Колесо времён». Друг Мартина. Мартин говорил, что отзывы Джордана на обложке «Игры престолов» немало поспособствовали продажам книги, особенно в самом начале. Название дома Джорданов является отсылкой к Роберту Джордану. Имя лорда Джордана Требор – это имя Роберт, написанное задом наперёд. Замок Джордана в Тор – это издательство Торбукс, которое печатало книги Джордана. Характер и внешность Раны Вебер, в том числе её привычка дёргать себя за косу в минуту раздражения, может быть отсылкой к Найвив Алмире, одной из главных героинь «Колесо времени». В пире «Стервятников» упоминается архимейстер Ригни и приводятся его слова о том, что время – это колесо. Это недвусмысленная отсылка к настоящему имени Джордана и название его в серии книг. Абрахам Мерит. Разбойник Мерит из лунного города. Отсылка к фамилии Мерита и его самому знаменитому роману «Лунная заводь». Амброс Брис. Город Каркаса фигурирует в рассказе «Житель Каркозы» 1893 года. Это название также упоминается в антологии «Король в жёлтом» Роберта Чамберса. Мервин Пик. Название «Дома Пиков» является отсылкой к Мервину Пику, одному из любимых писателей Джорджа Мартина. Имя Титус Пик совпадает с именем главного героя цикла Гармингатс Титуса Грона, а имя Горман Пик, как и герб «Дома Пиков», является отсылкой к Гарминстагу. Громадный замок, в котором происходят основные события цикла. Замок «Звёздный Пик» Старпайк. Это отсылка к имени Стрирпайк, антигероя в книгах о Гармингасте. Также отсылками являются имена некоторых полулегендарных представителей этого дома. Леди Ирма Пик отсылает нас к одноименному персонажу из трилоги о Гармингатс. Сир Баркин Пик отсылает нас к Баркетину, одному из героев цикла Гармингатс. Джон Роулинг. Гарри Сойер и Робин Поттер – неудачливые ухажеры. Бриен и Тарт являют собой отсылки к книгам Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. В пире стервятников упоминается, что Бриена разбила Робину Поттеру шлем, украсив его лоб большим шрамом. У Гарри Поттера в книгах Роулинг был шрам на лбу, оставленный волшебником Валандеморта. Джек Вэнс. Названия домов Вэнсов из приюта Странника и Вэнсов из Атранты являются отсылками к известному писателю-фантасту Джеку Вэнсу, одному из любимых писателей Мартина. Названия замков и имена многих членов обеих ветвей дома просто пестрят отсылками к творчеству Вэнса. Слепота лорда Норберта Вэнса напоминает о слепоте Вэнса, который к старости потерял зрение, но продолжает писать книги с помощью специальной компьютерной программы. Замок-приют Странника – отсылка к Лайану Страннику, одному из героев, умирающей земли. Атранта – это мир, который придумает заглавный герой в повестях Негоднику Рональд. Сын лорда Норберта – Рональд Слой – очевидная отсылка к той же самой повести. Кирт Вэнс носит имя Кирта Герсона, героя Мстителя, из пентологии Дэмон Прайс. Драконы на гербах обоих ветвей дома – отсылка к роману Вэнса «Хозяева драконов» 1963 года. Башни на гербе Вэнсов из Атранты могут быть отсылкой к рассказу Вэнса «Последний замок», а глаза на гербе Вэнсов из «Приюта Странника» – отсылкой к сборнику «Глаза чужого мира» 1966 года. Тед Уильямс Мартин говорил, что серия фэнтезийных романов Уильямса «Память, скорбь и терн» заставила его изменить свое негативное отношение к фэнтези и подвигла его к написанию «Песни льда и пламени». Роджер Желязный Том Роджерсов назван в честь писателя-фантаста Роджера Желязный и герб Роджерсов является отсылкой к циклу книг «Хроники Амбера». Герб состоит из серебра и черного цвета. Цвета Корвина – главный герой первого пятикнижия, единорог – священное существо Амбера, на гербе девять единорогов, первой пятикнижии – девять принцев, а первая книга называется «Девять принцев Амбера». В центре герба – лабиринт, обозначающий огненный путь. Также поупоминается Корвин Роджерс, названный в честь главного героя «Хроники Амбера». Отсылки комикса Гербы трех домов, западных земель Бейнфортов, Битли и Сарсфилдов являются отсылками к сериями комиксов о супергероях времен молодости Мартина. В настоящее время права именно этих супергероев владеет издательство DC Comics. Черный капюшон – супергерой 1940-х годов. Черная фигура в капюшоне, изображена на гербе дома Бейнфортов. Синий жук В истории комиксов существовало несколько героев под именем Синий жук. Синие жуки изображены на гербе дома Битли. Зелёная стрела Зелёная стрела – супергерой, мастерски владеющий луком. Зелёная стрела изображена на гербе дома Сарсфилдов, и этот дом поставлял лучников в армию Ланнистер. Наш Вули В прозвищах Юга Вула – большое ведро. Вёдра на гербе Вулов и сама фамилия Вулов – отсылка к комиксу Наш Вули, который печатался в газете Sunday Post с 1937 года. Его главный герой – стереотипный шотландский подросток Вули. В каждом выпуске изображается сидящим на перевёрнутом ведре. Отсылки к телевидению Улица Сезам Три представителя дома Тали, времён Танцев Драконов, а именно Гровер, Эльмо и Кермит – это отсылка к популярному кукольному шоу «Улица Сезам», среди героев которых фигурируют лягушонок Кермит, синее чудовище Гровер и красное Элмо. Надеемся, вам было интересно послушать про отсылки в книгах Джорджа Мартина. Подписывайтесь на наш канал, если ещё не нажали, нажимайте на колокольчик.